Привет, Нелпер! В этом видео мы с тобой разберем простую четырехшаговую модель, с помощью которой ты можешь достичь любой цели, которой ты хочешь. Итак, первый и самый главный, самый важный шаг в этой модели называется «Представляй конечную цель». Что это значит? Тебе нужно четко и точно понимать, каким образом будет достигнута цель. То есть у тебя должны быть критерии. Что я увижу, что я услышу, что я почувствую, когда я достигну результата. Почему это важно? Об этом уже много сказано. Но на самом деле, если ты не осознаешь конечный результат, то ты не можешь и никуда прийти. Очень важно развивать в себе навык, представляя конечную цель. Как ты можешь потренировать этот навык, представлять конечную цель? Ты можешь ставить какую-то простую цель, допустим, на один день. Тебе нужно выполнить какое-то действие и представлять, что я буду видеть, что я буду слышать и что я буду чувствовать, когда я завершу это действие. Тренируйся на маленьких вещах. Если ты хочешь достигать больших целей, то обязательно тебе нужно прокачать в себе этот навык. Что я увижу, что я услышу, что я почувствую, когда я достигну своей цели. И небольшая рекомендация от меня. Ставь себе большие цели, потому что по ним сложнее промазать. А мы переходим к второму шагу данной модели. И пора уже просыпаться от спячки. И пора уже перестать перекладывать ответственность за достижение своих целей на обстоятельства на других людей. Второй шаг называется действие. Дорогой друг, без действий вообще ничего не будет. Вот если ты будешь четко представлять свою цель, и ты будешь четко знать, что ты хочешь получить, но не будешь действовать, твоя цель достигнута не будет. Ты можешь бесконечно рисовать карты желаний. Ты можешь бесконечно медитировать на свою цель. Ты можешь бесконечно свою цель представлять. Но если ты не будешь делать конкретные шаги по достижению к своей цели, ничего не будет. Просто запомни. Первое, нужно иметь представление. Второе, нужно делать шаги. Ну и третий пункт четырехшаговой модели тоже очень важен. Почему он важен? Потому что о него очень многие люди спотыкаются. Третий пункт называется так. Замечай свои результаты. Что это значит? Нужно замечать обратную связь от этого мира. Как это понимать? Нужно понимать, что твои шаги приводят тебя к нужному результату. Многие люди просто напрочь не хотят видеть обратную связь. Они как тупые бараны. Бьются головой в закрытую дверь, хотя рядом есть выход. И тебе тоже нужно осознать этот момент. Потому что когда ты делаешь шаги и получаешь обратную связь, которая скорее тебя уводит от твоей цели, чем приближает. Ну здесь нужно делать выводы. Как это делать? Нужно периодически ставить себя на паузу. Хотя бы раз в неделю или хотя бы раз в две недели. Просто анализируй все свои действия, анализируй все свои поступки. И анализируя эти действия и эти поступки, задавай себе вопрос. Я сейчас к цели приближаюсь или я сейчас от цели отдаляюсь? Как это сделать? Ну допустим, у тебя цель повысить доход. Это хороший пример для разбора любой модели. И ты вдруг проанализировав свои последние две недели, проанализировав действия, понимаешь, что вместо того, чтобы научиться чему-то новому, продать больше какого-то товара, если ты что-то продаешь, ты просидел в ТикТоке. Или ты просидел в Ютубе, просматривая подобного рода видео. Задай себе вопрос. Это меня приближает или отдаляет? Нужно постараться вычеркнуть те действия, которые тебя отдаляют от цели из своего списка. И заполнить свое расписание другими действиями. Теми действиями, которые тебя будут приближать. Ну и четвертый. Четвертый пункт самый важный. Самый важный, потому что его вообще почти 99% игнорируют. Четвертый пункт называется гибкость. Твое поведение должно быть гибким. Что это значит? Это значит, что при достижении любой цели тебе нужно держать в фокусе свою цель, внимание на свои цели. Но иметь возможность изменить свое поведение. Мы не можем старыми способами достигать новых результатов. Если мы имеем какую-то цель и у нас очень много раз не получается ее достичь очень долгое время. Ну вот что-то не идет. Тебе нужно подумать, а что я могу изменить в своем поведении. Очень многие люди, опять же, я повторюсь, твердолобы, не получают обратную связь и не готовы менять свое поведение. То есть, они хотят старыми действиями получать новые результаты. Представь, сегодня ты находишься там, где ты находишься, благодаря своим конкретным действиям и благодаря своему определенному поведению. Если тебе нравится то, где ты находишься, то это очень хорошо. Но если у тебя есть цели, которые еще не достигнуты, тебе нужно подумать, а как я могу изменить свое поведение, чтобы достигать этих результатов. Научиться чему-то новому. Постараться делать что-то по-другому. Вставать на полчаса раньше, либо засыпать на полчаса позже. Делать больше работы, может быть. Может быть, нужно просто начать делать что-то по-другому. Заходить, не знаю, в свою квартиру не передом, а задом. Это я сейчас шучу, но тем не менее, такое тоже может быть. Я не знаю, какие у тебя цели. Итак, давай подводить итог. Чтобы достичь любой цели, нужно выполнять просто 4 условия. Первое. Иметь конечное представление. Второе. Делать действия. Третье. Нужно замечать результаты. Нужно понимать, я двигаюсь к цели или я двигаюсь от нее. И четвертое. Нужно изменять свое поведение, пока не найдешь оптимальное поведение для достижения результата. Если ты внимательно проанализируешь свою жизнь и обратишься к тем целям, которые ты в прошлом достиг, то ты заметишь, что ты их достиг именно благодаря 4 этим шагам. Конечное видение, действие, заметность результатов и изменение поведения. На этом у меня сегодня все. С тобой был Юрий Пузыревский и передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч. Пока-пока. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этих 4 шагах.